Всем техно-привет! Немного приболел, так что не обращайте на мой странный голос внимания. Лучше обратите внимание на охрененные засветы на LG QNET. Сейчас у меня дома стоит данный телевизор, и как вы можете заметить, здесь дичайшие засветы. И такие засветы еще хуже проявляются на 65-х диагоналях и выше. В моем случае это 50-ка, тут VA-панель. Что ж, присаживайтесь поудобнее. В комплекте у этого телевизора пульт-указка. А именно фишка в том, что будет бегать курсор по экрану. Кому-то это удобно, мне лично нет. Сам по себе пульт компактный, прикольный, но, как я и говорил в предыдущих обзорах, здесь кнопки слишком близко друг к другу расположены. Неудобно. И он почему-то не светится. Это польская сборка, и у вас, наверное, вполне логичный вопрос. Что такое QNET и NanoCell? Для того, чтобы вам было проще и легче запомнить, запомните, NanoCell он фильтрует цвета, QNET он добавляет цвета. Ну что, как вам официальный ответ? QNET это улучшение цветов, а NanoCell это фильтрация цветов. Звучит очень правдоподобно. Но теперь давайте послушаем меня, а не маркетинг. Итак, я никогда не любил NanoCell дисплея. А именно, там использовался чаще всего IPS панель, там были дичайшие засветы, и всегда LG скатывался в фиолетовый отлив. Всегда, вот хоть как-то его настраивай. Не люблю IPS LG. Дальше. Есть еще VA панели, обычные. Их тоже делали NanoCell, но там тоже свои нюансы. Краски тоже были не фонтан. А вот этот QNET, так называемый, у него, может быть, краски чуть-чуть лучше. Но те же грабли, он такой же фиолетовый, и здесь используется EdgeLED подсветка. Это самая дешевая подсветка. Но благодаря ей телек тонкий. Но я бы не радовался этому, потому что в вечернее время, даже если вы не включите локальное затемнение на этом телевизоре, экран просто серый, без шуток. И еще дикие засветы по краям. А при включении локального затемнения, качество картинки не улучшается. Вы просто хуже и больше видите засвета, столбы и так далее. Короче, это мрак. Что интересно, у QNET в 50-й и 55-й диагонали VA панель. За 50 пятки не ручаюсь, вживую их не видел, но везде так пишется. На моей же диагонали 100% VA. И по умолчанию VA всегда должна быть контрастной. Особенно, когда ты смотришь прямо. Ну, черный цвет должен быть лучше. Но это не про этот телевизор. Под углом картинка скатывается полностью в ноль. Все становится розовым и белесым. Если вам важен угол обзора, QNET вам этого в жизни не даст. Поверьте мне. Ну и соответственно, засветы, ужасный черный цвет. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Как заявляет производитель, на всех диагоналях 10-битная панель. И да, неплохие краски, но не тянет это на 10-бит. Вообще не верю. Самое, что меня беспокоит, если брать большие диагонали, там IPS дисплей, там может быть угол обзора чуть-чуть получше. Но представьте, что там с черным цветом. Чтобы вы понимали, VIA панельки по умолчанию дают лучше черный цвет. Но это не про эту модель. А на IPS она всегда скатывалась на дно. Любого производителя, ну кроме, конечно же, Sony. Я боюсь представить, что творится с черным цветом на других диагоналях. Ну ладно, опустим это. Как заявляется, на всех диагоналях 120 Гц. Кому это пригодится с таким дисплеем, не знаю. Лично я за герцовкой никогда не гонялся. Но могу сказать вам адекватно. Если вы собираетесь здесь смотреть кино и вам важны динамические сцены, чуть позже я вам покажу, как этот телек показывает с уплавнялкой и без. А именно, у телевизора есть интерполяция кадров. Он динамические сцены может делать плавнее и четче. Но удивительно, этот телевизор мажет все в динамике. И даже если у вас интерполяция не включена, четкость движений все равно хромает. Качество картинки просто плывет. Я перепробовал здесь все настройки, но я в первый раз встречаю телевизор, у которого динамические сцены просто никакие. Ну а если кто не понял, объясняю. Я сказал, что у этого телевизора при выключенной уплавнялке динамические сцены плохие. К чему я это вел? Так как телек будет показывать честные 24 кадра в секунду, при таком раскладе обычно картинка четкая, резкая, но в динамических сценах начинает рябить. А с уплавнялкой она показывает плавненько, мягенько, но на дешевых телеках все начинает плыть и превращается в мыльную оперу. Здесь ситуация не меняется. Не с включенной уплавнялкой и, соответственно, без. Она и так, и так выглядит плохо. А так этот телевизор не спасает ни квантовые точки, ни наноцелл, ничего. За что тут ценник в 90 тысяч рублей за 50-ку в розничных магазинах, я не знаю. За эти деньги можно взять какой-нибудь бюджетный OLED 48-й диагональ и не видеть эти ужасные засветы. Вот, кстати, и посмотрите, как это смотрится днем и ночью, когда у вас черный цвет. Вам кажется, что так просто камера передает? Отнюдь. Не доверяете мне? Можете тестово сходить купить. Очень сильно удивитесь. За обработку изображения здесь отвечает фирменный корейский процессор Альфа 7 4К 6-го поколения. Сказать честно, не испытал никакого оргазма от изображения. Обработки я здесь никакой не увидел. Как и говорю, любая динамическая сцена, это мыльная опера, все мажется, абсолютно все, все мелкие детали. Как бы я не крутил ему четкость, резкость, супер разрешение, выключал всякие улучшайзеры, выключал шумоподавление, ничего не помогает. Она просто плывет. Знаете, на что это похоже? Бывает же такое, когда у вас телефон мерзнет на морозе, и менюшка начинает плыть. Вот примерно тот же эффект и здесь. HD, Full HD контент смотрится размазанным. Очень много артефактов, цифрового шума, цветового бандинга. Короче, море здесь негатива. Более-менее он показывает 4К контент. Но и то, если появляется как здесь черный цвет, это, конечно, ну такое себе. Ну а пока вы смотрите, как тут мажется картинка, обращайте внимание на одежду, на мелкие детали. Вы сразу заметите, что она плывет. Этот телевизор не поддерживает формат Dolby Vision. Вы не ослышались, он не поддерживает. То есть, получается, я приобрел в себе дорогущий контент на Apple TV, чтобы посмотреть его в 4К на этом телеке, а он вместо формата Dolby Vision выставляет Filmmaker Mode. И в настройках вы не найдете вообще формат Dolby Vision. Вообще никакой. Включаю я HDR контент, Filmmaker Mode. Включаю Dolby Vision контент, Filmmaker Mode. Включаю я HDR контент, то есть обычные фильмы без методанных, Filmmaker Mode и на этом все. А я же понимаю, что качество картинки должно отличаться друг от друга. А оно на одном уровне, плохом уровне. Ну и самое жесткое – это ШИМ. Как вы видите, экран Мерцай Дига. Если вы восприимчивы, как я, то это неудачная покупка. Больше испортите себе глаза и впечатления. За эти деньги, а именно за 90 тысяч в рознице, можно найти куда лучше телевизор. Но если вам интересно, где я этот телекупил и что можно взять. Этот и другие телевизоры вы всегда сможете найти по самым низким ценам на агрегаторе самых низких цен в интернете – Sale Market. Именно тут я нашел QNET и определился с магазином, где я его приобрету на обзор. На Sale Market самый строжайший отбор онлайн-магазинов. Так что можете не переживать ни за гарантию, ни за обслуживание. У Sale Market строжайший отбор всех магазинов, и каждый проверяется перед размещением на данной платформе. Если вас заинтересовало, ссылку оставлю в описании. Смело переходите и приобретайте ваш будущий телевизор. Ну а теперь я вам покажу, как работает телевизор без интерполяции кадров. Как вы видите, динамические сцены, они трясутся. И четкость тут хромает. Ну, если мы зайдем в настройки и выставим уплавнялку на режим естественный, то тогда динамические сцены станут лучше. Не будет этой дерготни, которая так сильно напрягает глаза. Но станет хуже четкость кадра. А именно картинка начнет плыть. Честно говоря, я еще никогда не встречал телевизора с такой интерполяцией. Вообще с такой динамикой. Даже дешевые китайские телевизоры так меня не разочаровывали. В чем же проблема здесь, остается большой вопрос. Либо это проц, либо это прошивка. Работает данный телевизор на своей операционной системе WebOS. И есть, конечно же, его прямой конкурент. Это Samsung Nike Tizen. Но если сравнить две эти оси, WebOS мне нравится больше. Меньше лагает, симпатичнее смотрится, да и по функционалу чуть лучше. Ну а если говорить про Android, безусловно, Android TV он очень сильно будет уступать. Но кто не любит Android, тот приходит к закрытым системам. И если выбирать из двух зол, WebOS, на мой взгляд, намного лучше. Да, функционал отличный. У этого телевизора есть поддержка Алисы. Можно поставить разные сервисы, где можно будет посмотреть пиратский контент. Особенно Media Station X. Хоть он мне не так сильно запал в душу, как АПК-файлы на Android TV, но более-менее смотреть можно. Браузер здесь не для того, чтобы смотреть кино, а для того, чтобы серфить интернет. Курсор. Идея, конечно, прикольная. Но все равно вы вечером будете клацать на кнопки. Потому что курсором не всегда удобно набирать определенный текст. А иногда даже голосовой помощник не всегда вдупляет, что ты ему говоришь. И, как я и говорил, приведется старым дедовским способом набирать все клавишами. А в вечернее время не всегда понятно, куда ты жмешь. Как я и говорил, здесь кнопки расположены очень близко друг к другу. Подсветки на пульте нет, а это странно. Даже китайцы уже умудрились делать пульты с подсветкой. Здесь также есть разные заставки, анимационные фотографии. Они идут с музыкой и без на любой вкус. Они, кстати, мне понравились. Что-что, здесь LG молодцы. Я не хочу, чтобы у вас появилось ложное мнение о том, что я сел записывать обзор для того, чтобы просто уничтожить данный телевизор. Я отношусь к LG более-менее положительно. И мне в большей степени нравятся только их OLED-телевизоры. Я просто не понимаю, как за 90 тысяч можно покупать это. Ведь можно найти тот же LG 48-й диагонали A1 либо A2. Да, это будет OLED, это будет низкая цена, это будет намного лучше. А за что платить здесь, я не понимаю. И еще раз подчеркиваю, это не антиреклама. И я не пытаюсь кого-то отговорить от покупки данного телевизора. Если вы мне не верите, ради бога, идите и покупайте. И я не буду говорить альтернативы в виде китайских телевизоров этому телевизору. Все, что я скажу, нравится LG, ну, бери уж лучше OLED. A1 либо A2, если найдешь в коробке. Ну, а если искать что-то лучше, то там ценники будут выше. Как я заметил, в последнее время 48-й OLED от Philips, а именно модель 708, стал стоить 126 тысяч. А когда я его брал себе на обзор, он стоил 110. Ценники не падают, так что думайте головой, когда брать. И не ждите новогодних скидок, их не существует. Прежде чем мы с вами начнем разбирать последнее, а именно обработку изображения в Dolby Vision, в HDR и в SDR, я чуть не забыл. Здесь звук 20 ватт. Звук обычный, без вау-эффекта, не хрипит, звучит более-менее нормально, так что по звуку претензий не имею. А теперь переходим ко вкусному. Как я и говорил, здесь нет формата Dolby Vision. Ни светлый, ни темный, ни яркий, никакой. Включается только один режим Filmmaker Mode. Если в SDR контенте, вот как допустим сейчас с Робокопом, Filmmaker Mode более-менее нормальный, краски более-менее адекватные, то вот в Dolby Vision там все рыжие. Отвечаю, у всех как будто какая-то почечная болезнь. Как бы я ни настраивал, бесполезно. И смена режимов также не помогает. В SDR более-менее с натяжкой. А если вы смотрите какой-нибудь контент не в 4К, как будет дальше, Terminator 2 часть, там вообще фиаско. Краски тусклые. Он SDR контент не может вытягивать в псевдо-HDR, как это делают Philips, Panasonic, Sony и так далее. А вот если вы посмотрите на это, то на стандартных режимах красные рожи это вообще атас. Решать вам нравится, не нравится, покупать, не покупать, я тут никак не буду вам помогать. Я лишь дал вам контент, вы уж думайте сами. Но мое мнение останется простым. Хотите LG, берите как минимум OLED, хотя бы бюджетный. Потому что все LCD панели окончательно умерли.